Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение Морутопия у Мраморного Гнезда, и сегодня у нас последняя финальная серия. Итак, нам остается лишь отправиться сегодня к степнякам. В лагере степняков готовятся похороны. Так, ну я хотел еще поговорить с этими господами. Трагик, деньги не нужны, не бросайте. А что нужно? В самом деле хотите помочь? У нас потери в трупе, но вы уже заняты в другом представлении, членцы. И так играете там главную роль, и не блестяще играете, скажем прямо. Могу перебраться и к вам, возьмете, я подтянусь. В труп у вас пока взять не можем, до завтра точно, ну никак не выйдет. А вот кроме этого, просите чего хотите от членца. Охотно, а объясните мне, для чего вам эти пыточные инструменты? А, это, это напоминание, якорь. Держит в тонусе, мы ведь актеры, мы играем, а игра клетка. Да? Почему? Игра это клетка, потому что она ведется по правилам, которые написаны не вами. Как выбраться из клетки человеку без живого сердца, вот вопрос. Мы до сих пор не нашли на него ответа, может быть у вас получится? Может быть и получится. Вот это крайне интересный, да, диалог, то что игра это клетка. Мы видели очень много клеток в игре. И здесь есть определенные правила, которые мы не можем нарушить. Мы не можем выйти за рамки этих правил. И нам как раз таки нужно найти выход, ведь это всего лишь по сути игра. Но мы никак не можем изменить эти правила игры, которые написаны разработчиками, да. Так, ладно, отправляемся с вами к нашим степнякам. Это последняя такая главная миссия, хотя нет, есть еще одна. И, друзья, у меня первый раз случился вылет из игры, господи. Вот почему я полез в настройки игры, вот зачем я это сделал. Хотел мышь там подправить, посмотреть что-то еще и все, игра зависла. Ладно, я хоть быстро добежал до сюда, все-таки помню. А вот и наш колокол, да, который звенит. Остался на прежнем месте. Так, интересно, а здесь я пройду? Мне это крайне интересно. Да, хотя это немножко неправильно, но ладно. Так, степняки, ну, наверное, ух, с главного входа зайдем. День добрый. Травяная невеста. Мне казалось, что они должны быть более красивыми, что ли. Ты врач, мы тебя ждали. Кого собрались хоронить, сердечные, дайте-ка мне взглянуть на него сначала. Нет, сначала слушай меня. Мой муж не хочет, чтобы ты его лечил. Отказывается жить. Нам нужно, чтобы он жил до вечера. Ты поможешь? То есть только до вечера, а там пусть помирает? Да. Гениально. Ладно, к делу, где он? Он в юрте. Иди, ты врач, ты поможешь. Приятно, когда все уже решили за тебя. То есть только до вечера, а там черт с ним, да? Ладно, посмотрим. Так-то. Вылечи, брата. Нам дорог наш праздник. Мы отблагодарим. А что празднуть это? Конец чумы? Если так, боюсь, рановато начали. Ага, значит еще и праздник. И похороны, и праздник. Отлично. Бургет. Нам сегодня нельзя говорить. Праздник. Что ж, с праздником? Интересно. Тебя здесь не нужно. Свадьба. Тебе нельзя смотреть. Местные обычаи? Так что ли? То есть свадьба и похороны. Шасгай. Смотрите, братья. Вот идет Человек-Змея. Будем называть его Могой. Могой прекрасно. Выразительно звучит. А, смотрите-ка. Танцует Травяная Невеста. Красота. Слушайте, меня очень радует то, что в игре стало много анимаций различных. Раньше их вообще практически не было. А теперь... То есть такие танцы, да? Слушайте, а вот теперь действительно Травяная Невеста. Настоящая Травяная Невеста. Не та, которая у входа стояла. Вот это да. И красивая, и грациозная. Круто, мне нравится. Значит, сегодня твоя свадьба, что ли? Так, ладно. Пустите меня к пациенту. Кстати, а что в этой игре с ростом? Я вот не понимаю. То есть, вот это как? Вот это как называется? Мы какие-то слишком то ли высокие, то ли здания низкие. Не пойму я. Так, Адонг. Существо тяжело дышит. Его брюхо пересекает глубокая и грязная рана. Никто не догадался ее перевязать. Для операции потребуются стерильные бинты и обезболивающие. И побыстрее. Так, все необходимое имеется. Начать операцию. Продолжить. Не ты. Кто это тебя так? Разрез такой, будто ты, голубчик, сам себя вскрыл, а? Не знаешь линий. Не знаешь, как открывать. Уходи. Ты чужой. А я тебя не открываю, а зашиваю. Так что, не переживай. Можем обойтись и без ваших идиотских суеверий. Поставь. Дай умереть. Умру. Свадьбы не будет. Нас мало осталось. Свадьба, очевидно, не твоя. Так чего тебе нервничать? Нет, не моя. Готово. До вечера не пить. Шов не трогать. И так и быть, можно не благодарить. И это вся благодарность, да, пациента? Ты враг. Ты помешал. А я тронут. Благодарность пациента – лучшая награда для врача. И дождь пошел. Вы вырезали у нее сердце? Свадьба удалась. Это тебе. Нельзя отказаться. Это ее сердце? Вот этой девушке, которая танцевала? Нельзя отказаться. Она выбрала. Сама выбрала. Она породнилась с землей. Свадьба удалась. Славная вышла свадьба. Ага, то есть... Понятно. Она как бы вела свадьбу-то с землей. Не с червем, а с землей. Я знал, конечно, то, что... Как бы травяные невесты, они ведь не по своей воле выходят замуж за червей. Мы помним это из оригинала, да? Но то, что они должны породниться землей, а потом, чтобы их кровь окропила землю, да, чтобы были, видимо, богатые всходы – это все религия степняков. Но, друзья, мы ведь помним то, что мы собрали награду на расширенную степь. Насколько я помню, да, на термитник не собрали, но на расширенную степь собрали. Поэтому теперь мы узнаем гораздо больше о ритуалах степняков. И это классно. Мы знаем то, что, конечно, у них свои ритуалы довольно жестокие. И это, конечно, было очень жестоко, но... Что поделать? Такое тоже было в оригинале, но не на свадьбу. И у нас теперь есть сердце, горячее сердце. Еще почти живое, которое мы видели как раз-таки во сне. Так. Теперь все будет хорошо. Мы тебе благодарны. Куда уж лучше. Мы не боимся ни страданий, ни смерти. Для одного смерти нет, пока рот живет. Ты этого не поймешь. Если бы было все так просто на миллионы умирающих людей, вряд ли с тобой согласятся. Знаете, друзья, в чем тут была такая вот фишка-то? Почему червь, он... Хотел умереть-то? Потому что если бы он умер, тогда у них был бы траур. И свадьба тогда бы не состоялась. А теперь, как бы он не умер, траура не было, свадьба состоялась. Возможно, это была его сестра или кто-то еще. Хотя нет, он муж вот этой вот, по-моему. Но он очень не хотел, чтобы она умерла. Да, конечно, это все жестоко. Ладненько, главное у нас есть сердце. Я просто помню то, что был такой тут диалог. Почему они это сделали? Я просто, видимо, вариант неправильный выбрал. Ну ладно, так. Теперь нам остается отнести сердце, друзья. Вот и все. Мы знаем то, что трагики говорили, что им нужно было сердце. Они говорили то, что у нас сердца нет. Хотя я так думал, что они имеют в виду у нас недоброе сердце, да? Там вроде бы так и написано. Трагики считают, что у меня нет сердца. Что бессердечный. Ну теперь у меня оно есть. Ах, это дождь. Мой любимый дождь. Как же я его обожал в море. И ничего, стоят, репетируют под дождем. Все нормально. Челенца, как радостно снова видеть вас в добром здравии. Я нашел вам горячее сердце. Вот, забирайте. О, Челенца, какая мерзость. Простите, я недооценил вас. У вас, безусловно, есть, как бы это выразиться, творческий подход к сценической задаче. Но это же безумие. Нельзя же все понимать так буквально. Вы просили вернуться к вам, если у меня появится сердце. Вот. Челенца, что вы? Что вы? Мы разве в игры играем? Но даже если вы играете в игру, она ведется явно не по вашим правилам. Игра – это клетка. И если вы из нее не выберетесь, точно проиграете. Мы знаем, что говорим. Вы обещали дать мне совет насчет вечерней встречи. Мы только что дали его вам. Действительно, удачно совпало. Это про клетку-то? Никогда не садитесь играть в игру, правил которой не знаете. Ставки слишком высокие. А если уж сели, меняйте правила игры, бакалавр Данковский. Меняйте правила игры. Спасибо. Я подумаю. Итак, они действительно дали нам совет. То, что игру можно выиграть, только если изменить правила игры. Но как это сделать? Это же игра. Здесь все написано разработчиками. Хороший вопрос. Итак, вечером меня ожидает новая встреча. Но что бы там ни случилось, играть по правилам нельзя. Даже по правилам этой игры. Еще одна цепочка. Хм-хм. Так. Что нам, друзья, остается с вами сделать? А я хотел зайти вот в этот райончик. У нас есть место, а место есть. И тут посмотреть, что есть интересное. Мы сюда не заходили с вами еще. Но стоит. Так. Нам говорила жительница то, что охранники и солдаты охраняют особые дома. Что посмотрим. Наконец-то вы, доктор! Детей я отсюда шуганул. Так и лезли. Отмычки отобрал. Стрелять уж не стал. Дети все же. Не обессудьте. Какие еще отмычки? Ну, они по квартирам-то шарят, если дом пустой. А этот выселили. Вот, две забрал. У них же все равно еще осталось не угомоняться. Сам такой был. Давай сюда. Так. Отлично. Две отмычки. Дайте-ка я посмотрю. Можно почитать. Конечно, местные отмычки делают из проволоки. Так что в скважину их нужно втыкать резким и быстрым движением. А то сомнуться. Поэтому и на один раз, да? Так. Закрыто. Ну ладно. Одну потратим. Что это за следы тут? Крови, что ли? Так. Крючки. Решил собрать немножко. Все-таки. Деньги. И вроде бы все, да? Вот единственное, что плохо, отмычки, они тратятся, как бы сказать, автоматически. То есть, они в инвентаре, открываешь дверь, они тратятся. Это не очень удобно, иногда можно ошибиться просто. О, сухарь. Знаете что, давайте вообще выпьем. А, так нельзя, да, сделать? Ладно, придется все взять. У меня теперь много еды, что мне, конечно же, радует. Что здесь вообще происходило? Так, ножницы. Ага, закрыто. Нет, мне нужна еще одна отмычка, знаете? Тут, по-моему, что-то было интересное. Ага, вот здесь вот. Да. То есть, смотрите, какие-то следы земля. Видите-ка, земля? А ты кто такая? Еще одна отмычка, да? Белевой шкаф. Интересно. Морфинг. Так. Сюда. У нее, как бы, ну, вид, как у Доры. У нашей Доры. Но, знаете, кого мне напоминает? Самозванку, как будто бы. То есть, земля. Шабнакадыр, да? Все такие знаки. Господи, еще еда. Блин, вот это да. Почему вот... Ой, ладно. Сейчас мы поедим, наверное, с вами. Почему нельзя просто как-нибудь это все по-другому, что ли, сделать? Изюм я возьму, так и быть. Уже ничего не вмещается, если честно. Как тут все? Ладно, давайте сухарь еще один съем. Все очень так неудобно. Перемещать предметы. Так, голода вообще нет у нас. Все отлично. Вот это интересная сценка. Но мне интересно еще, что вот за этой дверью. Давайте откроем. Ага, тоже просто грязь, видимо. Ладно. Так и быть. Сверток степняки хранят останки своих покойников в небольших свертках. Вряд ли это один из них, но проверять как-то не тянет. Действительно. Не тянет. Ладно, отправляемся дальше. Мне еще, кстати, интересно было посмотреть, что здесь у нас за интересное такое здание. Насколько я, друзья, понимаю, это у нас домик Евы Ян теперь. Омут. Так как здесь есть пруд, да, вот такой вот. То есть это омут. Скорее всего, это он. Зайти, скорее всего, нельзя, да? Да, закрыто. Я еще что-то слышу, как бы на заднем фоне какие-то голоса. Так, а ты кто? Дорогая моя. Травяна невеста опять. Ты слышишь? Что? Голоса. Да, кстати, слышу. Наверное, это в доме. Нет, показалось. Это листья шуршат. Господи, ты говоришь прямо как Евы Ян. То есть она тоже слышала голоса. Ты знаешь, а я ведь жил в этом доме. Поселился здесь, когда приехал в ваш город неделю назад. Да, у Евы Ян. Она умерла. Ты не знаешь от чего? Из-за меня нет песчанки. Она покончила с собой, прыгнула с балкона вашего дурацкого собора. Ты ошибаешься. Я выжила. Знаете, такая прям пасхалка, как будто бы. Ну, сложно сказать в ремейке, что это пасхалка на оригинал, но... Ладно. Она покончила с собой, прыгнула с балкона вашего дурацкого собора. Значит, вот так вот будет выглядеть дом Евы Ян. Интересно. Раньше он был совершенно обычным в архитектуре. Теперь, видимо, у каждого приближенного будет какой-то оригинальный дом. Так, у нас есть еще, друзья, две миссии. Отправимся сейчас по самой важной. А потом, если останется время, выполним одну дополнительную. Так, и это миссия с детьми и странным домом. В которой я немножко запутался, но сейчас попробуем разобраться с ней. Так. Кто? Соня. За ключами к белке. У меня нет. Да мне внутрь и не надо. Могу и отсюда ловить. Кого ловить? Там в доме два хороших спеца умирает. Чиш и Лотман. Ходили за реку. Вот теперь им и край. Долазались. Хочу сохранить их в орех. Буду слушать на ночь. Советоваться. Сохранить в орех? Как это? А так. Орех, он фрукт хитрый. Резонатор. Если все правильно сделать, можно в нем человека сохранить. Понял? Будешь с ним после смерти разговаривать. В дырочку. Если захочет, конечно. Друзья, помните, я вам рассказывал про эту технологию, который изобрел, по сути, Симон Каен, да, сохранение себя в орехи. То есть, сначала он использовал грецкий орех, потом гораздо большие сооружения. Это технология внутренних покоев-то была. А если не захочет? Ну, тогда жди, пока соскучится. Скучно ведь в орехи сидеть без общества. Жизнь вечная, она такая, надоедает, наверное. Ну да, это если без эволюции. Так. Белка. Ну, собрал. Что собрал? Орехи. Ты обещал достать нам орехов. Зачем вам орехи? Это не твоя печаль. Мы уже столько раз уже про это говорили. Сто раз, наверное. Или даже двести. Просто надо и точка. Ты меня с кем-то путаешь, девочка. Доктор, ты точно не того? Может быть, ты сам заболел? Говорят, те, которые больные, бредить начинают. Родных не узнают, себя не помнят. Верно говорят, первые признаки песчанки – странное поведение. И вот ваше поведение, мне кажется, очень странным. Еще раз. У нас был уговор. Тебе везде можно, а нам никуда нельзя. Спасибочки тебе за это, большущие. Так? Поэтому ты нам приносишь орехи, а мы тебе за них все, что угодно. Например, отмычки. Штучный товар. Люкс. Угу. Прибедняешься. Никуда не можешь попасть со штучными отмычками. Наверное, будет безопаснее, если они перекочуют ко мне в карман. Наверное, но только за орехи. Я уже понял. Курс один к одному. Заметано. 7-7 на совсем. Ага, вот и славно. Интересно. Значит, отмычки, да? Белка меняет орехи на отмычки, без которых не попасть в подозрительный дом. А Спичка говорил то, что мы не должны давать белке. Эти орехи? Ты что скажешь? Ну что, Черныш? Черныш здоров, а отчим его умер. Санитара, Мортуса, кстати, да, кто прислал? Скажи, это ты прислал туда Мортуса? Ну, санитара. Нет, конечно. Кстати, о Мортусах. Один из них доложил, что вы тут занимаетесь чем-то мутным. Жду объяснений. У меня к тебе важная просьба. Не слушай белку. И орехов ей ни за что не давай. Это ловушка, понял? Почему? Я слышал, белки любят орехи опять. Белка хочет, чтобы ты умер. Не давай ей ничего. Белка, это вот это с хвостиками? Чем я ее так обидел? Не обидел ты ее. Она наоборот тебя жалеет. Только я не хочу, чтобы ты умирал. Ты орехи свои лучше мне отдай, а? А я тебе за это все что угодно. Бинтов хочешь? Ты же доктор. Тебе нужны бинты. Дались вам эти орехи. Если голодные, так я тебе лучше хлеба дам. Вон, Соня, под окнами. Зачем по-твоему с орехами стоит? Да, вот мы и подобрались к главному. Зачем же он тут стоит? Там мастера жили, настройщики. Соня хочет с ними советоваться после того, как умрут. Орехи нужны, чтобы человека после смерти сохранять. Белка пришла у Сони просить орех для тебя, а он не дает. Для меня? Слушай, просто не давай орехов белке, а только мне. Я не хочу, чтобы ты умер. Живи с нами дальше. Научишь меня всему. Я вообще-то это, доктором стать хочу. Ну на, держи. Такие подойдут. Ага, и мы можем с ним меняться теперь, да? Бинты. Шесть монет. Нет, наверняка не монеты, а спички, да, будет просить. Молоко, еда. Порошок, порошочек? Непонятно, кто мог приготовить такой порошок. Похоже на смесь разнообразных толченых таблеток. Ага, ясно. Десять цена. Так, ну мне пока что ничего не нужно. А, и белка ушла, да? Все. Я отдал орехи спичке. Но в принципе, у меня есть одна отмычка, поэтому мне должно хватить. Чтобы посмотреть, кто там в доме. Ага, ты здесь уже. Что такое? Ах, вот ты, значит как. Я с тобой тогда больше не вожусь. А чем я заслужил твою немилость? Спички и орехи, значит, даешь? А мне не даешь, да? А знаешь, почему спичка не хочет, чтобы я тебе помогала? Нет, не знаю, почему. Потому что он не хочет, чтобы ты отошел, как человек. Ты уж у него теперь лучший друг. Он у тебя учиться хочет. Вот он тебя и не пускает. Лечит, в доктора играет. А надо тебе на лицо, подушку, а память в орех, чтобы не пропала. Ты в своем уме? Нет, это бесполезно объяснять. Болен человек, не соображает ведь ничего. Доктор, ты бредишь. Это бред у тебя, понимаешь? Ты заболел. Песчаной чумой заболел. Ты в бреду. Сейчас полночь. Мы у тебя дома. Лечим тебя. Я совсем не чувствую себя больным. Это что, девочка, еди. Что? По словам белки, мне сейчас мерещится в бреду вчерашний день. Не в первый раз. Добрая девочка хочет избавить меня от страданий. Вы серьезно? Погодите-ка. Я... Это бред? Стойте, как это так? Ну, здоровье у меня действительно уменьшается. Да не может быть. Может, я тебя еще пожалею. Но помощи у тебя больше никогда не попрошу. Спасибочки. Важнее то, что я тебя жалею. Так. Интересно. Если это действительно все сон опять. А мы больны. Да-да-да. Закончится, видимо, это все очень печально. Судя по всему. Я, друзья, просто не знаю финала. Но, видимо, да. Так. Дверь, по-моему, должна быть какая-то вот из этих. Сказано, что на верхнем этаже нужно открыть дверь. Так. Вот почему я не могу сразу съесть это все? Жалко. Так. Попробуем открыть вот эту. Точно. Ха-ха-ха. А я раньше вскрывал все двери подряд. Думал, блин, ну где же, где же прячутся эти двое настройщики? А вы больные, судя по всему, да, ребят? Латман. Ну вот, теперь нас будет трое. Останься с нами, доктор. Ты сам увидишь. Бояться нечего. Отныне я верю в вещи сны. Когда и где вы заразились? А мы не знаем. Разве это важно? Ведь все уже проходит. Что значит проходит? Вы обречены. Все позади. Жара больше нет. Боли нет. Страха нет. Только легкость. Посмотри на мою сестру. Ей гораздо лучше. Она уже держит голову. Может стоять на ногах. Да, это признаки скорости смерти. Чиж. Ты думаешь, конечно, что теперь тебе нельзя отсюда выходить. Но это не должно тебя тревожить. А в этом доме есть оружие? Три патрона? Нет, ошибаешься. Придется выйти и позвать к вам Мортусов. Это не выход, нет. Выход совсем не там, где тебе кажется. Мне даже стало интересно. И в чем же он, скажи мне, состоит? Ты думаешь, что если мы останемся томиться в этой скорлупе, то город сохранится? Может быть и так. Ты все равно об этом не узнаешь. Однако, если ты останешься здесь, с нами, для тебя это бессмысленный конец. Вечное ожидание. Ведь теперь мы знаем, мы бессмертны. Хотите убедить меня, что зараженные обретают бессмертие? Хорошая попытка. Именно так. Смерть кажется ужасной. Но это не конец. Не нужно ничего бояться. Иди своей дорогой, добрый доктор. А я и не боюсь. Я наконец-таки нашел то, что искал. И очень рад. То есть, мы теперь тоже заражены как бы? Как я понимаю, да? Хотя мы вроде бы и до этого были заражены, если верить словам детей. Или нас вообще все обманывают. И опять же, та же самая, друзья, да, теория. Не надо бояться смерти. Нужно ее принять. Хм, потому что смерть это не конец. Да? Может быть и так. Я не заражен? Нет, инфекции нет. Все окей, ладно. Что-то мне кажется, все тут пытаются обмануть. Не знаю, не знаю. Мортус уже тут как тут. Обалдеть. Мортус номер два. Михаил Гоба. Мортус номер второй. Жду ваших распоряжений, доктор. Дом заголотить. Никого не выпускать. Включай меня. Я останусь внутри. Я болен. Ага. Сейчас. Останусь я там вместе с ними. Хотя как раз таки Чиж. Она говорила то, что... Не надо оставаться вместе с ними. Нужно идти дальше. Знаете, эти два больных как два разных мнения. Один говорил, останься с нами. Другая говорила, нет. Иди своей дорогой, доктор. Тебя-то мне и надо. В этом доме двое зараженных. Слава небесам, что удалось их вовремя найти. Вы знаете, что делать. У меня для вас неприятные новости, бакалавр. Нет, нет, только нет. А скажи мне, что твои новости про народный бунт, пожар или военный переворот. Вот, пожалуйста. Простите, бакалавр Данковский. Зараза проникла в каменный двор и набирает силу. Жду ваших распоряжений. Как это произошло? Ночью пробралась большая группа беженцев из-за реки. Они прошли через резервацию степняков за собором. Думается, поэтому степная сволочь и откочевала прочь этой ночью. Испугались то ли болезни, то ли вашего гнева. И много ли беженцев? Достаточно. Главное, что они попрятались тут и там. Мы не успеем их выловить до темноты. Значит, это конец. Теперь нужно выдержать нашествие чумы. Возможно, у кого-то это получится. Да. Даже если в итоге останется лишь один живой человек, надо бороться за каждую жизнь. Это в красивой теории, а на практике... Но вы еще живы. Разве это теперь имеет хоть какое-то значение? Еще ничего не кончено. Это только начало. Мне так и было велено вам передать. Кем велено? Мы работаем со смертью Бакалавр. У нас свои источники. В том числе и с той стороны. Как только окажусь на той стороне, обязательно поблагодарю их, кто бы они ни были. Да ладно, неужели все так кончится? Город не спасти. Поиски были напрасны. Да ладно! Все это было напрасно? Вы шутите? Просто какие-то беженцы пришли, набежали из степи и все? Заполнили весь город? И теперь мы все умрем здесь? Да ладно, я просто... Я просто не верю в это. Может, я тебя еще пожалею? Да-да-да. Ладно, на улицах опасно. Отправляйтесь по домам. Да что же с ним делать-то, мальчики, а? Он до сих пор думает, что мы стоим где-то на улице. Живо. Ну и пожалуйста. Ну и уйдем. И никто меня-то с тобой не будет. Да, это аргумент. Не спешите пока. Что, серьезно? Ну ладно, оставайтесь. Друзья, похоже, это конец. Город не спасти. А я думаю, почему здесь все про принятие смерти? Потому что, блин, тут ничего нельзя сделать. Это конец. Нужно просто принять, видимо, такой итог и все. Ладно, возможно, мы успеем выполнить еще одну миссию сегодня с вами. Это про аптеку. Просто ради интереса. Как же так, а? Ты, главное, это, не нервничай. Потерпи, скоро все закончится. Отправляйтесь в укрытие. Нечего тут ошиваться. Ладно, чего осталось спорить? Сейчас досмотрим тут все важное и придем. Досмотрите и приходите. Все, кыш. Да. Вот это поворот, конечно. Блин. Такое ощущение, как будто бы это последний день, когда ты уже знаешь то, что точно проиграешь. И ничего нельзя сделать с этим. Может быть, был какой-то другой вариант развития событий. Вот эти, кстати, не соединились никак. Один из адонгов при смерти. Нужна операция. Рану очистить. Взять анальгетик и бинт. Но, кстати, если бы мы не выполнили эту миссию, тогда бы здесь какая-то цепочка пошла. То, что адонг умер, что-то бы случилось. Мужчина умер от инсульта. Здесь ничего. Пара из собора. Тоже ничего. Не знаю. Может быть, есть какие-то другие варианты развития. Ладно. Насмотрим последнюю миссию тогда. Брав, яку. Это даже не миссия, просто так. Интересно посмотреть. Здравия желаю, доктор. Говорят, ваши клювы ночью в створках притон скрыли, а там фитилей, как блох. Брехня или правда так? Каких еще фитилей? Ну, зараженных, так прозвали. Если уж горит, а в карантин не хочет, значит фитиль. Если закутался, значит сознательный. Тогда динамит. Так правда или как? Может и правда. Вот и аптеку тоже охраняем. Выносить ничего нельзя. Такой приказ. Смертельно опасно. Интересно, кто удал такой приказ? Вчера мне доложили, что генерал Блок скончался. Серьезно? Все так. Пуля не брала столько лет. От чумы не уберегся. Теперь капитан Лонгин старший. Он и приказал. Даже Блок скончался здесь. Блин. Почему? Вроде пробы ваши сюда отвозили. Скрянки с чумой. Что? Образцы бактерий? Что за чушь? Зачем их было сюда привозить? Мое дело служивое. Вас могу пустить, если осмотр хотите произвести. Только при выходе придется вас обыскать. Уж не в защите. Мы вас уважаем, но приказ. По трибунал идти не желаем. Не тревожься, не пойдешь. А, значит, входить можно, а выносить ничего нельзя. Так интересно. Паренек. Дядя! А, дядь! Слышь, что скажу? Ты же у них главный. А ты еще что за шкет? Местный я? Курочка. Меня тут все знают. Я у Хана Каина первый друг. А, у Хана Каина ясно. Шастайте тут вовсю. И чего же тебе надо, курочка? Хану Каину первый друг. Дядь, слышь, что скажу? Ты это, в общем, там в аптеке порошки могут быть, лекарства. А вось еще не все растащили. А солдат сволочуга стережет. Порошки нужны, во как. А зачем тебе порошки? Если заболел, так тебе не порошки нужны. Со мной пойдешь. А через речку переправить? У меня там тетка осталась. Тетка, говоришь? Тебе же и самому пригодится. Ну, ты солдату скажи, он тебя пустит. Им с тобой спорить не резон. Мне в окошко выкинешь, что найдешь. Там разбитое окно на втором этаже. А я тебя дождусь. Поделим честно. Дождется он. Ищи потом ветра в поле. Мое слово твердое. Меня тут все знают. Кого хочешь спроси. Любой скажет. Курочка, пацан надежный. Выкинешь в окно, дождусь. У тебя курить есть? Вообще, уже сигареты у меня стреляют, а? Ну дети тут вообще. А вот если дождешься, будет тебе покурить. Ага, отлично. Такие сейчас махинации будем делать. Ладно, посмотрим. Что у нас тут в аптеке есть. Такая аптека, знак такой. Весы. Ага, интересно так оборудовали. Интересно. Заманчиво. Так. Дайте-ка я вообще 203 монетки беру, конечно. Ограбил аптеку. Ну ты, бакалавр, бакалавр. Такой мародер. Знать тебя не хочу, бакалавр. Ворюга. Так, жгут, ну, блин. Ну, как бы, куда? Куда сувать-то это все? Так, пустота. Даже не знаю, что-то воровать-то. Опа. Плащ исполнителя защищает от инфекции. Подвески кажутся сугубо декоративные. Но без них плащ почему-то теряет защитные свойства. Вот мне не нравится эта система, знаете чем? Вот нужно вначале положить в инвентарь этот плащ, а потом надеть на себя. Почему нельзя сразу открыть инвентарь героя? Чтобы сразу надеть вещь. Это же неудобно. Вот что мне теперь делать? Сухарь сюда. Молоко сюда. А, не вместится, да? Ой, блин, проблемы-то какие вообще. А, нет, не надо. Так, есть здесь еще один шкаф какой-нибудь? Во. Так, давайте-ка я сюда молоко сейчас спрячу. Надеюсь, не пропадет. Ну, вот это, конечно, друзья, не очень все, как бы. Вот если так мается, придется в оригинале, это как бы не очень. Вот, положили сюда, сейчас оденем. Так. Кстати, можно еще предметы дополнительно осматривать. Вот так вот. Красиво, конечно, но... Мне кажется, это как-то лишнее, что ли. Мортусы-санитары, добровольцы из местных, защищают от инфекции плащами, одолженными из театральных запасников. Это плащ от костюма жнеца, аллегории смерти. Понятно, как удачно, да, совпало. И все так предметы можно, например, карманные часы, которые становились... Вот тут, кстати, интересно, есть информация. Время в этом городе работает как-то криво. Нет иного объяснения тому факту, что Георгий Каин, судья, почти два раза младше своего брата-близнеца. Наверняка, любовь Каина к часовым механизмам как-то с этим связана. Действительно, был такой, как бы, ну, промах разработчиков, то, что Симон Каин, он был старше, чем Георгий Каин, хотя Георгий Каин был рожден раньше. И это вот, как бы, в головах людей не укладывалось, почему так? И то есть разработчики решили вот этот промах списать на часы. Интересная вот такая вот вещь. Так. Просто не справитесь списать, как бы, вот, на такую вот оплошность. Ну, все. Забираю я все себе. Уж не обессудьте. Антибиотик. А это что такое? Панацея. Непримечательная аптечная склянка, заполненная красноватой жидкостью, пахнет какими-то пряностями, выглядит смутно знакомо. Круто. Панацея нашли. Порошочков нету, да? Ну, я не знаю, друзья, вот, как бы, куда это все прятать тут? Кстати. Если выходить, то он и ваши вещи отберет. Он не посмотрит то, что что-то аптечное, этот охранник. Что-то не аптечное. Он все отберет у вас, все медикаменты. Поэтому, как бы, придется все свое скидывать сейчас. Кстати. Почему я должен своим делиться? Не хочу делиться с ним вообще, если честно. С этим парнишкой. Но иначе сейчас просто не выйти. Либо все теряем, либо половину. Наполовину с ним делим. Вот разбито окно. Ладно, панацея. Морфин. Морфин. Или морфин, господи. Не морфин. Я все время с морфием пытаюсь соотнести бинт. Хотя, погодите-ка, дайте-ка я полечусь. Может быть, давай жгут я. Кину тебя. Таблетки. Все такое, да? А вот еще антибиотик. Все. Все скину. Окей. Так, надо бутылку вообще выпить. Так, можно я полечусь? Сколько у меня здоровья-то? Вот столечко, на. Что? Не понял. Не помогло? Не работает? Слушайте, у меня такое ощущение, что мы действительно в бреду валяемся. Медикаменты не помогают? Ничего не помогает? Ха. Странно. Так, выходим. Черт. Доктор, я предупреждал. Выносить ничего нельзя. Может быть, договоримся? Нет. Руки поднимите. Строго же вас пепел вымуштарвал. Ну да. Все отобрал? Да нет. Деньги оставил. Главное, деньги-то я украл. Ладно, черт с тобой. О, не смотался. Удивительно даже. Короче, на. Все по-честному. Там еще бутылка какая-то с какой-то панацеей была. Разбилась. Что? Да ты хоть знаешь, что такое панацея. Эта бутылка стоила дороже, чем алмаз с тебя размером. А может быть, там еще есть? Сходи, я подожду. Это было лекарство от песчанки. Человек на 20 бы хватило. И оно было уникальным. Буров говорил, что больше не сделать. Блин, самое важное и разбил. И что-то мне отдал. Половину себе забрал, да? Морфин. А таблетки себе забрал. Жгут себе забрал. Вот молодец. И на кой черт мне морфин? Морфин. Сколько может? Черт с тобой, ладно. Пройдоха, а? Так, ну и все, друзья. Это был последний квест. Уже у нас 40 минут прошло, да? Серия-то долгая будет, судя по всему. Сколько время? 17.47. Остается, видимо, ждать вечера. И как закончится этот день, я не знаю. То есть надо просто, видимо, ждать дальше. Я знаете, что хотел сходить в лавку? Раз денег много, то можно что-нибудь и купить еще. Если она еще не закрылась, конечно, вечер все-таки. Ну, в общем, друзья, вот такая вот у нас альфа получилась. Интересная. То есть альфа, друзья, это даже не демо-версия, не бета-версия, а альфа. А как бы как самостоятельная игра, по сути. Молодцы разработчики, порадовали просто нереально. Молодцы. Так, а морфин можно тебе продать? 250 стоит, слушай. Я бинты куплю. Хотя они не действуют, эти бинты. Давай таблеточки. Две штуки. А на тебе еще. А может пригодится? Давайте одну оставим. Я уж монетками доплачу. Вот цена общая не указывается, неудобно. Вот пока что вот это неудобно, вся система сделана. То есть тут 600, 250. Две упаковки, 600 монет, 250 морфин. Еще 250, это 500, не должно хватать. А тут что-то вообще странно как-то это все. Сколько тебе надо-то? На 97. Трейд. Все, благодарю. Молоко не нужно? 200 монет. Ну да, молоко главное правильно продается. Не знаю. Да, забирай уже. Не важно. Трейд. Все. Благодарю. Так. Сколько времени у нас? 17.56. Остается только пройтись, подождать. Конца дня. Может быть что-то у нас дополнится. Ну видимо вот так вот полностью выглядит картина всех квестов. Интересно. Неожиданно то, что я все-таки обречу. О! Что-то важное. Да, что-то должно было измениться. Так, собор не закрыли. Ага, собор еще действует. Раньше-то собор, друзья, помните, был как бы зданием без души построенным. Чистая логика. Поэтому он не мог стать духовным собором таким. А теперь как бы такая машина получается, да, у нас. Как бы вроде бы философия схожа, но как будто бы нечто другое. Что-то иное здесь в этой философии стало. Так, клюв стоит. И че стоим? Мортус. Я несу свою вахту, доктор. Действуем согласно вашим инструкциям. Моя работа объяснять людям, как выжить в условиях эпидемии. А моя работа проверить, верно ли вы их запомнили. Излагай. Главное иммунитет. Это наша защита. Наш прочный доспех. Пока он высок, есть надежда, что все обойдется. Но зараза точит его. Если он падет, срочно пора пить таблетки. Иммуники, а таблетки. Хорошо. Дальше. Опасен сам воздух. Вот этот, насыщенный черной взвесью. Он и точит наш иммунитет. Но если уж заразились, можно дышать им спокойно. После заражения опасаться над уже других вещей. И каких же? Те, что повышают рост инфекции, прикосновения пораженных, подвижные сгустки воздушной заразы. У нас их прозвали дыханием чумы. Чем больше инфекций в организме, тем быстрее ты умираешь. Продолжай. Сокращает инфекцию антибиотики. При этом они наносят вред вашему здоровью. Мы запрещаем людям пить много антибиотиков. Это верный путь к смерти. Истребить инфекцию полностью антибиотик не сможет. Если уж она пробилась сквозь иммунитет и попала в организм. Дальше. Ха, ну тут можно, кстати, да, дополнять как бы. Ну ладно. Что еще? Кроме иммунитета, от инфекции защищает плотная одежда. Почему и носим эти плащи? Закрываем лица. Кажется, это все. Нет, еще не все. Если человеку нужно дольше оставаться на ногах, пусть запасается анальгетиками. Морфин снижает боль. Выглядит как восстановление здоровья. Хотя, строго говоря, это временная мера. Ага. Так, то есть, как бы в городе началась чума. Да, да, я вижу чуму. Ооо, как все, друзья. Становится темно и ужасно. Как бы раньше было еще ужаснее, но теперь... Почему все горит? Костры разожгли, что ли? Крысы бегают. Господи. Модельки-то крыс такие же, как в оригинале, только уменьшенные. Как будто вы взяли из оригинала. Ой! Что, облачка оставили, что ли? Вот этот поворот. Облачка, друзья, они остались в игре. Ё-моё. Вы как бы поосторожней. Так, ну что, костровой? Пригодились костры-то, да? Судя по всему. Вот и пригодились костры, доктор. Все идет по вашему великого вы ума, человек. Велено вам напомнить, что нынче вечером у вас встреча. Бог милостив, авось. И там все пройдет как надо. Кем велено? Откуда ты знаешь, что за встреча у меня вечером? Я несу свою вахту. Птицы, птицы. Собирайтесь вокруг мраморного гнезда. Будь ты проклят. Ясно. Господи. Мне кажется, такое ощущение, что прямо... Все здесь так наигранно становится. Как будто вы все знают, что здесь происходит, кроме нас. Птицы, птицы. Это, видимо, клювы, да, имеется в виду? Собирайтесь в мраморного гнезда. Да, имеется в виду могилы, скорее всего, да? Птицы, птицы, собирайтесь в мраморного гнезда. Собирайтесь в могилу. Господи. Да, еще, доктор. Противочумной штаб в горных продолжает работать, насколько я знаю. От них поступают странные противоречивые указания. Принимать их как руководство к действию? Какого рода указания? Ну, разводить кошек, выносить кровати на улицу, вешать колокольчики на могилы, хоронить покойников на самых заметных местах. Что не час, то новая директива. Они что, с ума сошли? Ладно, я выясню. Вы че, серьезно, что ли? Что за бред происходит? Разводить кошек? Ну, о чем вообще? Фух, мне что-то не нравится, знаете, там в чуме ходить. Иммунитет нормально, здоровье нормально, окей. Инфекции нет. Ой, так. Что происходит вообще? Сколько время пробило? 7 часов. Я не знаю, друзья, сколько нужно ждать. До финала? Что вообще делать? А? Я, я, где, где мой штаб? Писарь. Убедительно просим посторонних немедленно удалиться. Исключительно много работы. Вы кто еще такие? Мы заменяем покойников, ведем учет покойников, размещаем покойников, принимаем жалобы покойников, а если хотите обратиться с жалобой, занимайте очередь. Нет уж, я обращусь без очереди. Все ваши распоряжения были исполнены в точности. У вас не может быть никаких претензий ни к нам, ни к нашим предшественникам. А если вас что-то не устраивает, вам некого винить, кроме себя. Кровати, которые вы доставили мне на дом для госпитальных нужд, скрипят. Это никуда не годится. Ночью мне нужен покой. Какого черта? Да разработчики издеваются просто. Это новый штаб? Заменяем покойников, размещаем покойников. Блин. Это бред какой-то. Я просто поверить не могу. Чего не добавилось? Нет, вроде бы. Карта все так же. Здесь остались знаки почему-то. Не знаю уж почему. И что нам делать дальше? Нет, это... Я, кажется, уже понимаю, друзья, к чему это все идет. Я, кажется, догадался. Почему все это так именно происходит? Видите, какая взвесь в воздухе? То есть даже теперь дышать воздухом нельзя. Иммунитет он как бы уменьшает. Да. С воздухом классно, кстати, придумано. Мне нравится. Это серьезно... Вот облачка какие-то... Прям жесткие слишком стали. Вообще даже не увидеть. Они прям перед тобой появляются. Конечно, это просто пыль теперь какая-то. Ну ладно. Не так интересно. А, вот зараженные ходят. Судя по всему, друзья, это действительно конец. Нет, нет, парень, отойди от меня. Нет, ни за что. Здоровье и... А, иммунитет понижается, ясно. Так. Все, что ли? С тобой нельзя поговорить. Адон умер. Буян. Этот самый разносчик и был. Точно он. С чего вы взяли? Да все зло от них, дикарей. Через них вся язва и началась. Дело известное. Да, вы кретины. Чем новые грехи на душу брать, старые бы замолвили. Вам самим уже недолго осталось. А ну, ступайте по домам. Вы что, убили? Блин. Это тот ведь самый, наверняка, Адон, который рядом-то был. Сидел у нашего дома. Туда ему и дорога, чумоносцу. Он заразу принес. Больше некому. Всех логов в степях надо спалить. Собрать народ. Да ночью и сжечь. Все, красотковой-то матери. Что? А то, не надо их было сюда пускать. Ты им разрешил. Все знаем. И тебя надо вслед за ними отправить. Черволюб. Все там будем. Ой, у меня с иммунитетом все совсем плохо становится. Знаете, нам бы выйти отсюда. Что-то я не хочу по чуме бродить, пока я заразу-то не подхватил. Дайте-ка я иммунников выпью. А таблеточки нет. Здоровье-то снижают они? Кстати, нет. Здоровье-то в этот раз не снижают. Может пока что? Потом разные будут. Раньше-то таблетки неплохо, так снижали. Ой, пустите меня где-нибудь чумы. Блин. Не попал? Да ладно, инфекция, да как? Как просто? Я заражен. Ну теперь, видимо, терять нечего. Панацея нет, порошочек. Детей я выгнал. Порошочек не купить, судя по всему, да? Так. Ну все. Это конец, судя по всему. Это, друзья, судя по всему, конец. Сколько время? Во сколько игра-то заканчивается? Неужели в 12? Что мы будем все это время делать? Ладно, давайте не будем нажимать карту, ничего. Просто тогда с вами поговорим. Это последний час. То есть смотрите, друзья. Вся эта демка, она напоминает оригинальный морд, только очень укороченный. То есть все те же самые темы. Сверхчеловек, химера, преодоление законов, природных законов, кара природы, за то, что они построили многогранник. А здесь также новое нечто появилось, да? Вот как говорил у нас Георгий Каин. То, что нужно пройти экзамен. То есть эволюция, по сути. Вся чума это лишь экзамен. То, что вся эта игра, это лишь испытание. То есть все, друзья, вот эти нам тематики, они знакомы. Все это было действительно в оригинале. И как бы этот морд, он чисто укороченный такой. Это альфа. Укороченная версия настоящего мора с той же самой философией, которая была в оригинале. Но очень-все очень быстро, да, развивается. То есть... И по сути ничего сделать, видимо, нельзя здесь. Кстати, мы умираем. Это плохо как бы. Что сделать? Антибиотики есть. Убивают здоровье. Ха-ха. А я и восстановить-то не могу. Может морфин? Давайте-ка я выпью. Что, он восстановил что-то? Ура, морфин хотя бы. Здоровье восстанавливай. А то бинты почему-то не действовали. Может баг какой-то. Ясно. Так. В общем, друзья, получилась вот такая вот интересная альфа. Дождь идет. Непроклядный, сильный. Чума везде. Ночь, туман. А вот это уже настоящий мор. Прям помню вот таким. Да. О, проходит, кажется. Хе-хе. Все хорошо. Что? Девять часов. Лужа такая осталась. Классно, кстати, придумано. То, что лужи остаются. Погодите-ка, куда все делись? И чума ушла? Наступает ночь. А, видимо, все, да. Да, нужно идти домой. Внимание всего города направлено на этот дом. Смотрите, да, могилы с колокольчиками вешают. Хе-хе-хе. Распоряжение новых властей. То есть, они как бы этот штаб заменяли власти, да? Мы все время как бы следовали указам властей. Всегда. Вроде начинают. Идем. А кого хоронят? Доктора столичного хороним. Огромного ума был человек. Что за шутки? Он в доме у себя скончался. И теперь мы все идем к нему домой. Идем я с вами. Да нет, неужели мы действительно умерли? Это был все бред. Горячка у нас была, да? Все пришли к нашему дому. Даже травяная невеста. Души приказчица. Вы пришли проститься? Проститься с кем? Вы, видимо, не местный. Нет, не местный. Столичный доктор Данил Данковский скончался в этом доме час назад. Зайдете попрощаться с ним? Прошу вас. Нам, горожанам, важен ритуал. Вам, горожанам, надо меньше верить слухам. Данил Данковский, это я. Люди, я жив. Я не умер. Мортус. Ну ты хоть веришь? Закрыто. Мортус номер двенадцать. Наверное, мне пора начинать, доктор. Что начинать? Все уже закончилось. Что ж теперь? Носить надо. Руки нужны. Там это... Люди сюда с вечера шли. Помощи искали. Вас ждали. Не дождались. Что ж теперь? Носи, носи двенадцатый. Трупы носить? И вы все здесь. Соня. Смотрите, Ребза просыпается. Как бы он не бросился на нас. Может, дадим деру? При всем желании не сможете, паренек. Похоже, нас заколотили снаружи. Серьезно, нас заколотили? Ну вот, ты почти очнулся. Видишь? Мы все время были тут. Что это за стук? Какой стук? Ты чего? Не надо бы вам тут быть. Спичка. Страшно-то как? Ну ты ничего, доктор. Не поддавайся. Мы с тобой еще повоюем, да? Правда? Все, похоже, навоевались. Ты можешь остаться здесь столько, сколько захочешь. Все в твоих руках. Ты вообще можешь жить тут вечно. А это все... Стуки эти... Страхотаза к нами. Забудь. Как такое забудешь? Ты просто отвлекись от всего этого. И снова будет утро. И я тебе, эм... Как бы разбужу. Все будет как раньше. Помогать тебе стану. Ну? Заманчиво, конечно. То есть в орех меня сохранишь, да? Ха. Да. Весело у вас тут. И вы пришли, да? Дора Фейгель. Это ничего. Я не обращаю внимания. Это же просто переход, правда. Переход. Это всегда трудно. И неприятно. Но это ничего. Видите, доктор? Мне совсем не страшно. Я продолжаю работать. Я молодец. Работать? О чем вы? Я ухаживаю за больными. Им очень страшно. Они нуждаются в утешении. Вижу, вы меня включили в их число. Благодарю. Марат ранен. Соберитесь. Возьмите себя в руки. Сейчас нельзя бояться. Я не боюсь. Вы врач. Вы сохраняете людям жизнь. Вам ясно? Вы. Это жизнь. Пока вы с нами. У нас есть надежда. Пока вы живы. Мы тоже живем. Логика не безопречная. Но твой посыл непонятен. Все, что ли? А там что у нас? Погодите-ка. Раньше эта дверь не открывалась. Здесь никого нету, да? И снова клетки, да? Как намек на то, что мы в клетке, по сути. Вот я тебя и нашел, да? А раньше здесь стоял гроб. Теперь тут, видимо, колыбельная. Исполнитель. Итак, бакалавр Данковский. Основатель тонатики лаборатории, в которой ты много лет безуспешно пытался решить проблему человеческой. Смертности. Трагический борец с эпидемией песчаной язвы. Готов ли ты умереть? Продолжай. Мне нравится, как ты перечисляешь мои достижения. Можно еще? Достаточно. У тебя было довольно времени, чтобы увидеть себя со стороны. Ты снова и снова возвращался мыслями в свой последний день. Пытался что-то исправить. Тем временем ты лежишь здесь, в бреду, наивно полагая, что этот страшный дом видится тебе в пророческом кошмаре. Ты хочешь сказать, что когда мальчик меня разбудил... Ты в который раз отказался умирать и вновь провалился виток предсмертного бреда. Все, что ты видел за пределами этого дома, лишь твоя фантазия. Но сейчас ты, наконец, возвращаешься к действительности. Осталось сделать последний шаг, чтобы иллюзия сменилась явью. Я настойчив. Я повторяю вопрос. Готов ли ты умереть? Минуту, я должен подумать. Думай. Это никогда не бывает лишним. Итак, видимо, здесь и решается наша концовка, да? Судья полагает, что эпидемия это экзамен на право быть сверхчеловеком. Действительно, судья так полагает. Он построил башню. Он нарушил какие-то определенные законы данного мира. И людям необходимо пройти экзамен, вот этот экзамен чумой, чтобы эволюционировать, по сути, да? Степнячка Саба считает, что если мы понимаем, куда ведет смерть, то продолжаем жить дальше. Тоже верно. Потому что смерть это не конец. Всегда за смертью есть что-то еще. Например, можно начать новую игру. Как вариант. Утром ты сказал мне, что ты закон природы, правила этого мира. Напомни еще раз. По каким правилам мы играем? А вот это крайне, кстати, интересный, да, ответ? Так, ну-ка. Это еще что такое? Я отказываю тебе в праве на существование. Ты в моей власти. Ты не смерть, ты кукла. Это я вызвал тебя к жизни. Я тебя и прекращу. Я, кажется, понял. Ты готов умереть, птица? Туши. Браво, бакалавр. Или уже не бакалавр. Не могу разглядеть, кто там по ту сторону стекла. Да, это ужасно неудобная маска. Ну и что ты намерен делать? Просто жить дальше, не знаю, еще не решил. Спасибо за поучительный вечер. Решать ту же проблему в собственной жизни, когда придет срок. Законы, которые кажутся вам непреложными, мнимы. Закон природы, согласно которым мы смертны. Законы игры, в которую мы играем. Все верно. Никто не обязан им следовать вечно. Правила можно менять. Ой, блин, ледорубы. Молодцы такие. Ах, завершили как оригинальную игру прям. Ну, друзья, я вам про это все рассказывал. Да, игра многослойная. И то, что это всего лишь игра, нужно тоже понимать. И то, что правила тоже можно изменить. Потому что мы, человек, который управляем вот этим бакалавром, по ту сторону экрана. И мы можем менять правила. Мы можем заново начинать игру. Мы можем что-то сделать. Потому что мы живой человек, в отличие от этих вот неписей на экране, которые играют здесь свою игру. Которыми управляют. Постоянно свыше. Блин, браво. Да, браво, ледорубы. Все как в оригинале. Вот действительно, ужатый мор такой получился. Круто сделали. Мне, конечно, интересно, что там еще за другие варианты были бы, если бы что-то другое ответить. Но мне кажется, этот вариант, он самый идеальный. И он действительно раскрывает мор вот так, как должно его раскрыть. Молодцы, друзья. Вот такая вот у нас получилась альфа-версия. Очень классно. Мне действительно очень понравилось. Особенно конец. Конечно, со смертью бакалавра было так немножечко неожиданно. То, что это всего лишь бред. Но, тем не менее, это игра. Мы как бы готовились к чуме, да. Не забывайте то, что это всего лишь симулятор. А выживание в чумном городе, по сути, это игра. А не более того. Вот не нужно об этом, да, забывать. Итак, друзья. Вот такая вот у нас концовка. Это все, да? Да. Айспик Лодж, Морутопи у Мраморного Дниста. Что ж, друзья. Я надеюсь то, что мы все будем с вами вместе теперь ждать новой Морутопи. Мало кому она не понравилась. В основном всем она понравилась, насколько я видел по комментариям. Все ее оценили. И мне тоже она действительно очень сильно понравилась. Морутопи выходит осенью 2017 года. Поэтому очень сильно ждем, если, конечно, разработчики не перенесут дату. Но надеемся, что все будет у них хорошо. То, что они оптимизируют игру, все доделают. И у нас будет прекрасный новый город, новые квесты, новая философия. И старая тоже философия, над которой мы снова будем размышлять. И все меня это, конечно, очень сильно радует. Я чувствую, что это тот самый Мор. Тот самый Мор. Конечно, какие-то механики еще не доделаны. Например, пока что чума. В городе вроде бы да. Так неплохо, да, все смотрится. Конечно, еще хотелось бы больше жути. Именно когда по городу ходишь, да, чума там. Раньше различные сгустки на земле были. И там валялись люди там, мертвые. И просто облачка такие летали, как бы. Ну, все такое, как бы, было еще более натуральное такое, как именно чума. Страх такой, даже не хотелось заходить. Да, здесь теперь воздух заражен, интересная такая. А вот в доме я все-таки попросил бы разработчиков подумать еще над этой идеей. Да, вроде бы интересная идея. Чума то, что ходит за тобой. Но знаете, нужно, можно сделать это круче. То есть чума, она должна как бы не просто вот из ниоткуда, да, появляться. Она должна как будто бы как бы следовать за тобой, да, по стенам. Вот так вот пробираться, вот так вот. Ну, я не знаю, что-то такое, да, придумать. Либо постепенно дом изнутри начинает покрываться коркой. Ну, что-то такое, да. Что-то побольше, как бы, анимации, что-то интересное было. Вот, такого я, как бы, жду. Такое было в тук-тук-тук. Помните, там было такое существо, которое шагами перебиралось. То есть топ-топ-топ, такое шагало, как бы, за тобой. Вот это что-то в этом духе было бы. Вот, а так, в остальном, мне, конечно же, все очень сильно понравилось. Спасибо огромное разработчикам. Я не пожалел то, что поддержал их проект. Я в них всегда верил. И мне очень сильно понравилась Альфа. Не ожидал то, что она будет такой крутой. А на этом, друзья, все. Те, кто еще не смотрел Мор Утопию, кто еще не приобщился к данной культуре. Друзья, все прохождения есть на канале. Обязательно посмотрите. Бакалавр, Гаруспик, Самозванка. Не надо ждать ремейка, потому что ремейк, это все-таки немножко другое будет. Это, как бы, переосмысление все равно будет. Нужно все равно поиграть в оригинал, чтобы почувствовать это, чтобы... Вот это вот удивление. Я знаю, вот те люди, которые прошли, небось, Мор Утопию оригинальную, они вот тут действительно рот открыли. Я вот прям по себе чувствую, что круто придумали в конце сделать это Альфа. Мне очень понравилось. Я думаю, что не мне одному. Поэтому, друзья, обязательно поддерживайте разработчиков. Все еще можно поддержать. Заходите на бекер-портал, ссылки в описании скину. Можете даже, по-моему, все еще Альфу заказать. Поиграть тоже самим. Вот, так что обязательно, друзья, поддерживайте наш канал. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Рассказывайте друзьям, чтобы поддержать канал, чтобы он у нас расширился, чтобы еще больше людей узнали о Мор Утопии и приобщились к этому. Обязательно, друзья, поддерживайте разработчиков. И все ссылки о прохождениях я оставлю на экране. Мор Утопия, Тургар, Тук-Тук-Тук, все будут на этом экране. На этом все. Всем спасибо, кто смотрелся. Я был Теслер. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...